Добрый вечер! В эфире Наши новости в студии Алина Багрянская. Сегодня среда, 30 июня, последний день первого месяца лета. Мы рады, что вы проводите этот вечер вместе с нами. И вот о чем мы расскажем сегодня. Наконец, привели в порядок. Жители деревни Лобаново по Целикамскому радуются ремонту дороги. Очень, очень довольны. Спасибо вам всем, что вы сделали. Тут очень плохо было, очень плохо. Спасайтесь, горит! Жители и сотрудники дома-интерната для престарелых и инвалидов проверили себя на знание правил эвакуации из горящего здания. Мы с днем рождения нас в программе «Наши новости» 17 лет. С днем рождения вас, зрители наших новостей. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие полчаса. Оставайтесь на своем. Государство заложило серьезные средства на модернизацию инфраструктуры. Об этом сообщил сегодня президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии. В связи с этим властям регионов следует своевременно готовить проекты и защищать их перед правительством. В ремонте в России нуждаются и 60% школ, отметил глава государства. В 10% случаев речь идет о капитальном ремонте. Деньги уже запланированы в том числе и на строительство новых школ, и на капитальные ремонты. Программа практически сверстана, и она будет осуществлена. Прозвучала еще одна цифра статистики. В частности, Путин заявил, что безработица в России выросла до 5,9%. По словам президента, перед правительством стоит задача вернуться на допандемийный уровень. Кроме того, президент сообщил о создании Пушкинской карты для посещения молодежи и учреждений культуры. Ее выдадут молодым людям от 14 до 22 лет. Воспользоваться картой можно будет с сентября-декабря текущего года и в следующем году. По словам президента, на эту карту положат на 4 месяца 3000 рублей. Вопрос пока на обсуждении. Хочешь посетить мероприятие? Теперь только с сертификатом о вакцинации или результатом ПЦР-теста. Региональный оперштаб ввел дополнительные антиковидные ограничения. Они будут действовать в Прикамье как минимум до 31 июля. Во-первых, в массовых мероприятиях смогут участвовать теперь не более 50 человек на открытых пространствах, а в помещениях не более 30. Более того, посещать их имеют право только вакцинированные люди или получившие на руки отрицательный ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до мероприятия. Спортивные мероприятия и вовсе под запретом. Кроме профессиональных турниров и соревнований, да и те только по согласованию с Краевым Роспотребнадзором. Работа общепита, ночных клубов и дискотек приостанавливается с часу ночи и до 6 утра. Исключение составляют услуги доставки и самовывоз. Проведение банкетов и корпоративов по-прежнему не допускается. Также до 1 сентября 2021 года руководителям предприятий необходимо организовать вакцинацию. Не менее 60% персонала. Но пока это только рекомендация. При этом лицам старше 60 лет и сотрудникам компании, не прошедших вакцинацию, рекомендуется находиться на домашней самоизоляции и по возможности работать из дома. Дорога, которую ждали. В Соликамске, в небольшой деревушке Лобаново, жители не нарадуются. До их населенного пункта наконец-то можно доехать без всяких опасений за свой автомобиль. История дороги жизни по Соликамске в сюжете Любови Битнер. С дорогой в Лобаново наши зрители знакомы с прошлого года. Тогда здесь буквально невозможно было проехать. Местные жители каждый раз ремонтировали свои шины после поездки в сады. Ну, а также по всей дороге лежали вот такие кирпичи, которые местные жители укладывали для того, чтобы хоть как-то привести эту дорогу в порядок. Люди называли ее «дорога жизни», так как это единственный путь в деревеньку из Соликамска. Однако, чтобы добраться к своим домам, местным приходилось проходить через лужи по колено или же скакать по редким сухим островкам и ими же уложенным кирпичикам. Зимой и летом ходили в этих резиновых сапогах разобраться. Посмотрите, как ходить. Все плохо. Выступить за интересы всех жителей Лобаново решил соликамец Антон Исков. В деревне – дом его семьи, где постоянно находится его бабушка. Обращался он и в администрацию города, и к краевым властям. Ну, с администрацией разговор короткий, одними обещаниями делаются. Больше ничего. Осложняло ситуацию и то, что рядом с дорогой пышным цветом цвел борщевик. Опасное растение годами не убиралось с обочин. Ходить пешком было опасно. А убирать борщевик никто не спешил. Ожоги вызывают ожоги. Семена имеют эфирные масла, которые препятствуют росту других растений. Ну и у животных тоже может вызывать ожоги. Первая радостная весть достигла лобановцев спустя 8 дней с момента выхода нашего сюжета в эфир. Борщевик тогда частично скосили, а дорогу подсыпали. Очень, очень довольны. Спасибо вам всем, что вы сделали. Тут очень плохо было, очень плохо. И вот, наконец, финал истории. В этом году на дороге появилось качественное покрытие. Гравийная дорога с правильно сделанным покрытием. С 20-ти сантиметровой подушкой и дорожной одежды. Наблюдая перемены, житель Сарикамска Антон Исков доволен. И один в поле может быть воином. Качество нормальное для деревни Лобаново войдет. То есть, благодаря нашим усилиям, как общественников, данный участок дороги был отремонтирован. Скошены кусты, расширена дорога. Ну и укатана катком. Еще дополнительно сделана дорога с Лобаново до городища. Также поднята подушка. Ну и засыпано щебнем укатано. Что ж, и это положительный пример для остальных. Если и вас что-то не устраивает в месте, где вы живете, то самое время начинать действовать. И тогда все препятствия преодолимы. Любовь Битнер, Кирилл Яранцев. Наши новости. Весь Пермский край до сих пор потрясен тем, что за сутки 28 июня на водоемах региона утонуло 5 детей. Одним из случаев стала печальная попытка матери спасти свою 7-летнюю дочь на реке в деревне Ния. Женщина и ребенок утонули. Сегодня Краевая служба спасения сообщила, что тело девочки обнаружили. Его прибило к берегу. Поиски утонувшей матери продолжаются. Обзор происшествий продолжит моя коллега Елена Джан. Лена, слушаем тебя. Приветствую. В Прикамье отмечен рост числа смертей от отравлений наркотиками за последние 3 года. Большинство погибших – мужчины. Средний возраст – 36-37 лет, сообщил главный внештатный специалист, психиатр, нарколог Краевого Минздрава Григорий Козюков. При этом за первый квартал 2021 года зафиксировано снижение заболеваемости наркомании. Вот такие неутешительные цифры статистики. Более позитивные данные приводят статисты по снижению преступности среди несовершеннолетних. Так, по итогам 2020 года в Прикамье цифра упала чуть более чем на 23%. При этом чаще всего совершают кражи в 60% случаев. В связи с этим, уполномоченный по правам ребенка рекомендовала усилить профилактическую работу в образовательных организациях и ввести спецкурс по правовому воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, Дмитрий Махонин и Светлана Денисова обсудили возможность создания Краевого центра кризисной профилактической помощи детям с целью оказания экстренной психологической, психиатрической и психотерапевтической помощи. И в заключении новость о наказании за преступление. Окончено расследование уголовного дела в отношении семерых жителей региона, обвиняемых в фальшивом онечестве. Злоумышленников задержали еще в феврале этого года. Следователи установили, что руководили противоправной деятельностью двое мужчин 1989 и 1990 годов рождения. По их указаниям, две женщины и трое мужчин получали поддельные банкноты и реализовывали их в различных торговых объектах в Березняках. Установлено, что предполагаемые сбытчики часть вырученных денег перечисляли организаторам, а оставшиеся средства использовали по своему усмотрению, в том числе для приобретения наркотических средств. Всего удалось сбыть 8 поддельных купюр. Уголовные дела направлены в Березняковский городской суд. Фальшивым манетчикам грозит до 15 лет лишения свободы. А вот такая оплата за желание незаконно обогатиться. Не рискуйте, друзья. На этом все. Коллеги. Спасибо, Лена. К сожалению, в патрульных рубриках нам часто приходится рассказывать и о пожарах. И часто бывает так, что если бы люди знали, как себя правильно вести во время возгораний, жертв можно бы было избежать. Чтобы понимать, как действовать в подобной ситуации, в Березняковском филиале Соликамского ДП сегодня провели тренировку. Напротивопожарных учениях побывала и наша съемочная группа. Любое возгорание – огромная опасность. Время на реагирование исчисляется секундами. Еще сильнее повышает ответственность момента, если от твоих действий зависит жизнь большого количества людей. Количество сотрудников 37 плюс 4 сотрудника кухни – 150 проживающих. На первом этаже 74, на втором 85. Все эвакуированы, да? Все эвакуированы, да. Конечно, сегодня это просто учение, и все проходит в штатном режиме. Однако, по мнению пожарных, не обошлось и без недочетов. А потому для Березняковского филиала Соликамского Дома-интерната такие тренировки, как сегодня – мероприятия жизненно необходимые. Ведь если кто-то из сотрудников в панике замешкается, это может привести к большой трагедии. По легенде учений был выбран именно второй этаж, потому что у нас на втором этаже живут два колясочника. Специально это указали пожарными. Они сказали, давайте со второго этажа сложнее. Почему? Если возникает возгорание, мы не можем пользоваться подъемником, на котором колясочники поднимаются, опускаются. По времени мы уложились, как сказал представитель МЧС. Единственное, что у нас немножко заело кнопку. Из-за этого сигнал не прошел. По первому этажу, зато на втором сигнал пошел. К слову, уже сегодня руководство интерната и сотрудники МЧС договорились о следующей тренировке. А мы, в свою очередь, пожелаем, чтобы пожарная тревога здесь случалась только во время учений. Алина Багрянская, Никита Игнатьев. Наши новости. И снова о наболевшем. По информации из оперативного штаба, ужесточение мер по нераспространению коронавирусной инфекции необходимо из-за перманентного роста количества больных. Накануне выявили уже 223 человека. Рост наблюдается и среди детей. До 140 случаев на 29 июня 2021 года. В связи с этим Министерство здравоохранения Пермского края проводит процесс перепрофилирования части коечного фонда в ряде стационаров региона для лечения пациентов с COVID-19 и подозрением на него. За период с 16 по 28 июня в больницах региона вновь развернуто 1447 коек. Их общее число на сегодня составляет 2647. В том числе за последние двое суток дополнительно организовано 50 ковидных коек в городской больнице Соликамска. Общий свободный коечный фонд пока больше 36%. Как заявили в Минздраве, к борьбе готовы. При необходимости развертывание дополнительных коек в красных зонах будет продолжено. Продолжу позитивной новостью. В этом году аттестат с отличием и золотую медаль получили 27 выпускников городских школ. Рекордсменом по количеству медалистов стала физико-математическая школа номер 3. Из ее стен выпустились сразу 6 отличников. При этом одна из них, Дарья Нечаева, входит в число ребят, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Поздравляем выпускников и их родителей. Конечно же, учителей. Коротко о самом важном в России регионе и Верхниками по традиции рассказываем в двух словах. Президент России Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги. Теперь должник может обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума. Банк после этого не сможет списывать долг в сумму, указанной в постановлении судебного пристава исполнителя. В Кезеле, а также еще в трех округах Пермского края началась установка оборудования новых комплексов, готов к труду и обороне. В краевом Минспорта сообщили, что все площадки типовые будут оборудованы одинаковым комплектом инвентаря. Это 14 всесезонных тренажеров, силовые снаряды, турники, скамейки для жима лежа, кардиотренажеры и другие. Предусмотрены и установки для тренировок маломобильных жителей. Всего в этом году в Пермском крае будет оборудовано пять таких площадок. Работы по монтажу во всех территориях должны завершиться до 30 августа текущего года. Осенью садик. В Березняках завершилось комплектование групп в дошкольных учреждениях. Места были предоставлены всем детям, которым они были необходимы, сообщает Пресс-служба городской администрации. Всего по итогам комплектования на 2021-2022 учебный год в детские сады пойдут 1155 малышей. Также напомню, что для обеспечения доступности дошкольного образования в связи с переселением в горожан микрорайон Любимов построили новый детский сад. Он расположен по адресу Строгановский бульвар 19. Прием детей уже идет. Тот детский сад открывает двери для всех желающих. Самый долгожданный во всех смыслах праздник для студентов всех поколений состоялся. Накануне выпускникам Березняковского политехнического техникума вручили дипломы о получении среднего профессионального образования. Позади беззаботная студенческая пора, впереди самостоятельная взрослая жизнь и выбор места работы. Поздравить ребят с новым этапом в жизни удалось моим коллегам. Недаром провели вы 100 потов. Сегодня вам всем вручают диплом. Еще чуть-чуть и все они уже специалисты. В актовом зале БПТ собрались студенты отделения специалистов, рабочих и служащих. Ради заветного диплома они трудились три года, изучали сложные спецдисциплины, сдавали экзамены. Но самым впечатляющим была, конечно же, практика на производстве. Вспоминает лаборант-аналитик Сергей Власов. Сложно, наверное, было достаточно. Это разделка руби. Достаточно трудоемкий процесс. Самое интересное, наверное, было проводить анализы на пламенную фотометрию. Было достаточно интересно, необычно. А вот выпускнику-электромонтеру Михаилу Михаленко во время практики на втором Соликамском калийном больше всего полюбился коллектив. Коллектив очень хороший был. Особенно мой начальник, который практиковал меня. Он всему меня обучил и многому, чему даже новому научил. Сегодня Михаил и Сергей в числе лучших студентов выпуска. Всего же с двух отделений выбрали 12 самых-самых. Поздравить их лично и вручить подарки пришли представители предприятия. Останкин Константин Александрович, заместитель главного энергетика компании «Уралкали» и сам когда-то закончил это учебное заведение. Выпускники, молодые выпускники этого техникума всегда желаемые работники или будущие работники, специалисты в компании «Уралкали». И данный техникум, я думаю, что кузинцы кадров для «Уралкали» очень много специалистов, которые пришли эти стены, учатся, работают уже и хорошо работают, считаются классными специалистами. Также тепло о студентах БПТ отзываются и в филиале «Азот» компании «Уралхим». Среди нынешних выпускников есть именные стипендиаты и этого предприятия. Пользуясь случаем от лица директора филиала «Азот» компании «Уралхим», я хочу выразить благодарность коллективу, всему медикогическому коллективу и руководству Березниковского политехнического техникума за многолетнее тесное сотрудничество и за профессиональную подготовку к квалифицированным кадрам в городе Березнике. «Азот» особо отметил двух выпускников – Дарью Золотареву и Сергея Рата. На протяжении обучения компания поддерживала ребят как одних из лучших. Сегодня филиал «Азот» вручает им благодарственные письма и, конечно, ждет на работу. И на «Уралкали», и на «Азоте». Кстати, поделились, что выпускники технических специальностей уже присылают свои резюме и заполняют анкеты в отделе по подбору персонала. Так что скоро ряды наших производственников пополнятся новыми грамотными сотрудниками. «Я очень желаю нашим студентам успехов в трудоустройстве, в построении своей успешной карьеры». Елена Джан, Мария Динова, Владимир Покровский. Наши новости. Земли и объекты недвижимости Пермского края систематизируют. В Березняках эту работу уже начал местный отдел Росреестра. Какие еще важные изменения для жителей города нужно узнать прямо сейчас, расскажет Любовь Битнер. Ни для кого не секрет, что оформлять жилье или землю в собственность очень важно. Однако зачастую бывает и так, что документы на квартиру или дом, различные договоры купли-продажи, ордеры на получение у людей хранятся годами. Вроде бы пить, есть не просят, однако постепенно устаревают. Как ни грустно говорить об этом, но наступает период, когда наследникам квартиры достаточно трудно что-либо доказать органам власти, что недвижимость действительно принадлежала тому-то человеку. А иногда бывают и такие ситуации, когда на владельцев квартир со старыми документами и вовсе выходят мошенники. Тогда становится еще сложнее доказать, что это имущество принадлежит совсем не им. Однако выход из такой, казалось бы, сложнейшей ситуации есть. Достаточно прийти в МФЦ, где помогут оформить документы должным образом, получить свидетельство на право собственности нового образца. И кроме того, внесут ваши данные в единый государственный реестр недвижимости. Тогда факт собственности никто не оспорит. Органам местного самоуправления, органам регистрации прав, это Росреестр, поручено наполнить единый государственный реестр недвижимости сведениями о правообладателях. То есть, просто говоря, каждый объект должен иметь своего правообладателя. И эти сведения должны быть в одном ресурсе. Кстати, такой проект реализуют в Пермском крае в качестве пилотного. При Камье одна из четырех территорий в России присоединится к эксперименту по созданию единого информационного ресурса о земле недвижимости, который проводится весь этот год. Второй важный момент. Именно сейчас можно закрепить права своей собственности на гаражи. Тем более, что объявлена так называемая гаражная амнистия, по которой сделать это можно в упрощенном порядке. Росреестр разработал памятку из восьми шагов, чтобы граждане могли разобраться с процедурой оформления. Срок окончания амнистии – 1 сентября 2026 года. Поэтому управление Росреестра по Пермскому краю рекомендует поторопиться. Критерий выведено несколько. Первый – это капитальный гараж, который построен до конца 2004 года. Эта дата означает, что вступил в силу градостроительный кодекс. Второе – объект не должен быть самовольно возведенным. Это означает, что кто-то когда-то выделил земельный участок для строительства или этого отдельно взятого гаража, или комплекса гаражей. Обратиться по этому поводу также можно в МФЦ. А проконсультироваться по всем вопросам в Березняковском отделе управления Росреестра по Пермскому краю. Любовь Битнер, Кирилл Геранцев. Наши новости. А вы знаете, что в 2015 году в этот день заканчивали работу городские оздоровительные центры для будущих первоклассников. Мы рассказывали, чему научили малышей и готовы ли они к своему первому школьному звонку. Настало время перенестись в прошлое и благодаря архивам нашей телекомпании узнать, что волновало жителей Верхниками в этот день в разные годы. Время рубрики «День в истории». В 2020 году наши корреспонденты делились новостью о радостном событии. Потерявшаяся маленькая жительница Лемзера была найдена живой спустя 18 часов поисков. На этих уникальных кадрах двухлетнюю Милену Балуеву вынесли на руках из леса. Переживали за нее без преувеличения сотни людей. Не только родственники, но и односельчане, и главное поисковики. На месте работали следственный отдел, кинологи, полицейские, спасатели, поисковые отряды, местные жители, общество охотников и рыболовов. Было закрыто дело в полиции, а семья постаралась вернуться к обычной жизни. В этот же день, 30 июня 2017-го, артисты Березняковского драмтеатра сыграли небывалое количество спектаклей за один день. Четыре современные пьесы были поставлены приезжими режиссерами в очень сжатый срок. Первый спектакль «Чудаки и зануда» собрал своих зрителей в фойе БДТ. Это был всего лишь эскиз большого спектакля, созданный за несколько дней, а потому актеры могли позволить себе импровизировать на ходу и даже подглядывать в текст. 30 июня 2014-го Березняки отметили свой 82-й день рождения. Впервые центральную сцену поставили на парковке администрации. В другом уголке площади разместилась ретро-сцена. В городке напротив расположилось более 10 надувных батутов. Сразу после торжественной речи главы города сказать свое поздравительное слово березняковцам вышла наша телекомпания. Дело в том, что день рождения программы «Наши новости» тогда очень органично совпал с днем рождения города. Как вы уже поняли, в конце июня свой день рождения отмечает программа «Наши новости». Шутка ли? 17 лет на телеэкранах. Как это было, какие люди делали новости раньше и кто делает их сегодня, расскажет Любовь Битнер. Вы не поверите, но программа «Наши новости», едва появившись на свет, стала настолько популярна у березняковцев, что даже музыка с заставки программы была на телефонах у многих горожан, как мелодия вызова. Алло. Кстати, эта заставка уже более современная версия. Первая была разработана и впервые показана зрителю в июне 2004 года. Помнит ноты ее мелодии и ведущей программы новостей в те годы. Бывший редактор телекомпании «Березники ТВ» Олег Колпаков. Был у него позднее свой авторский проект итоговой новостной программы. Сейчас Олег Юрьевич занимает должность директора Березняковского дома инвалидов и престарелых. Если бывают приятные взрывы мозга, так вот у меня наиприятнейший взрыв мозга был за эти годы, которые я провел на телевидении. Наши новости, они же не сразу появились, были просто новости «25 канал». В 2004 году, в июне, вот как раз, честь, наверное, такая выпала. Я сидел на первом эфире в новой студии, которую еще никто из телезрителей не видел. Сегодня, в 2021 году, наши новости, конечно, изменились, выросли. Выпусков стало больше, и посмотреть их можно не только на телеканале «Свое ТВ», но и в прямом эфире на Ютубе, в соцсетях и отити-сервисах. Ведущая, кстати, тоже теперь на все руки мастера. Елена Джан, например, после выпусков успевает зажечь в ТикТоке. Да так, что ролики с ее участием набирают там сотни тысяч просмотров. На самом деле, любой сотрудник современного ТВ – это универсал. Я, например, могу и на съемки в качестве корреспондента выехать, да и в качестве оператора иногда тоже. Но также мы понимаем, что новости сейчас – это еще более оперативная история. И стараемся каждое значимое событие освещать максимально. Фото и видео в группах, прямые включения в дневном выпуске, аналитика в вечернем. Работает небольшая, но сплоченная команда, за плечами которой десятки прямых эфиров и проектов и множество идей для будущего воплощения в жизнь. Мы понимаем, что вступили в новую эру и все меняется сейчас с катастрофической скоростью, поэтому мы просто пытаемся, учимся быть гибкими. Внедряем новые технические решения. Вот, например, во время очередной большой трансляции, посвященной Дню города Березники, мы в прямом эфире решали не только из студии, но и из многих точек города одновременно. Ну а дальше больше, как говорится. Обещаем, совсем скоро наши новости вас снова удивят. В приятном смысле. А пока с праздником, друзья. Ведь это и ваш праздник тоже. Уже в следующем году программа «Наши новости» станет совершенно летней. Ей будет 18, и мы, конечно же, повзрослеем и изменимся вместе с ней. Неизменными останутся лишь добрые «Здравствуйте», когда вы звоните по телефону 20-20-20. Оперативная правдивая информация с места событий. Качественная картинка. И своевременный выход в эфир. В котором мы каждый день будем рассказывать о вас и о том, что для вас важно. С днем рождения нашей новости! С днем рождения вас, зрители наших новостей! Ура! И это все на сегодня. Хотите знать и видеть больше, подписывайтесь на свое ТВ в социальных сетях. Там всегда много интересного. Я же прощаюсь. Всего доброго. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова